Много всего в общем папка у меня совершил. Талантливый человек, безусловно. Сейчас удивительная вещь. Ему вот на днях стукнет 79. У меня отец писал очень хорошие стихи. Прямо очень хорошие. В декабре ведь будет, да? В декабре, 29 декабря у него день рождения. Да, да, да. И будущий год будет уже юбилейным. Юбилейный, да, совершенно верно. Но 79 лет это точно такой серьезный возраст, хотя батя у меня в порядке. Слава Богу. Дай Бог ему здоровья. Отец начал писать стихи. Он писал когда-то давно, потом забросил. Писал очень хорошие. Сейчас начал писать такие, что его пригласили. Сейчас он кому-то показал из друзей. Его пригласили сделать творческий вечер с его стихами, потому что говорят, это круто, это надо показывать. И он реально очень много пишет. То есть он там за последние полгода написал какую-то не на одну книжку, мне кажется. А вот взять бы и музыку к этим стихам. Знаете, я пробовал это сделать году в 88-91. На его стихи писать музыки? На его стихи, да. Вы же сами пишите тексты. Ну я пишу сам, естественно, но... Почему естественно? Ну как вот? О, простите. Да, я пишу сам. Но имеется в виду, что я пробовал на его стихи писать, и как-то все бардовская песня получалась. А это плохо? Бардовская песня это плохо? Это прекрасно, но это не для моего коллектива. Ну а что по жанру, вот как вы сами для себя определяете куча рэбэндер? Ой, вы знаете, это такой крик души. Наверное, рок. То есть что лукавить-то? Я раньше все время пытался там говорить, мы играем в фанки, рок, рок-попс. Ну да, рок-попс, наверное, ну как угодно. Но это такой не поп-рок, но рок-попс. Пусть это будет так, как я Лугутенко придумал это название. Мы так своей дорожкой идем, делаем то, что нравится. Там команда постоянная? Да, да, да. Как она собиралась? Вы знаете, собиралась не сразу, собиралась не просто. Сначала мы, ну, во-первых, у меня было очень много коллективов. И в край я встретился с замечательным музыкантом Тимуром Ведерниковым, гитаристом, мультиинструменталистом. Мы с ним записали одну песню вообще вдвоем, в принципе. И потом нас пригласили, ребята, может вы что-то сделаете? Вы песню послушаете, говорят, у вас есть? Мы такие, да, конечно, есть. Я такой, Тим, и что делаем? И Тим мне помог собрать коллектив. Мы собрали коллектив, сделали концерт, достаточно такой большой. Я имею в виду большой, много народу было. И мы были в программе, там 8 или 9 вещей сыграли. И потом начали двигаться вперед, и какие-то музыканты меня не устраивали, каких-то я, наверное, не устраивал. И в итоге сложился таким образом коллектив, что Тимур у меня сейчас не играет, мы с ним остались по-прежнему друзьями, но у меня играют другие музыканты, и сейчас постоянный коллектив, нас 6 человек. Ну, 5 музыкантов имеется в виду со мной, и наш замечательный мой друг, помощник, Леня Розин. Это музыкальный директор наш, и звукорежиссер, в общем, все в одном лице. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».